Абхазский павильон на ВДНХ в этот день выполняет свое главное предназначение. В день рождения первого президента нашей республики Владислава Арденба все памятные мероприятия начинаются именно отсюда. Фотографии как часть жизни, фотографии как экскурс в прошлое, прошлое, в котором был Владислав. Фотографии в абхазском павильоне на ВДНХ предоставлены Государственным музеем Республики Абхазия. Часть из них – личный архив семьи первого президента Абхазии. В этот памятный день сюда приходили посмотреть, вспомнить, поделиться. Посол Абхазии в России Игорь Ахба рассказал нашей съемочной группе историю из жизни Владислава-дипломата, историю, характеризующую лидера абхазского народа. Был и свидетелем, и участником всех тех событий, в которых непосредственно принимал участие Владислав Григорьевич. Он очень непростой переговорщик, скажу я вам. Да, и когда подписывали судьбоносные документы, Владислав Григорьевич твердо отстаивал свою позицию, интересы своего народа. Об одном из эпизодов как-то рассказывал, это показательно. Когда, ну, можно сказать, в преддверии наступления нашей армии на Сухум, был разработан проект соглашения, но была такая обстановка, этот проект соглашения, он как бы замораживал наши усилия. И была необходимость немножко отложить подписание этого документа, но это надо было сделать так дипломатично, чтобы нас никто не обвинил в том, что мы против мира, перемирия и так далее. И вот буквально в этой непростой ситуации, когда уже нужно было ставить визу под документы, Владислав Григорьевич предложил очень такой, с одной стороны, оптимальный вариант, а с другой стороны, очень, конечно, непростой. Он предложил подписать этот важный документ о перемирии, подписать первым лицам Грузии и Абхазии, что для грузинской стороны было, конечно, неприемлемо. Таким образом, подписание этого документа о перемирии было отложено на несколько недель, и это дало нам возможность перегруппироваться и пойти в дальнейшем на успешное наступление, был освобожден Сухум, а затем и вся Абхазия. Поэтому я считаю, что Владислав Григорьевич – великий сын Абхазии, и в народной памяти, благодарной народной памяти, он будет как освободитель и основатель нового независимого абхазского государства. Организаторы выставки – Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Его представители рассказывают, что главное для них – это не только сохранить память о Владиславе, но и рассказать об этом уникальном человеке, другим. Идея этой выставки такова, так как мы находимся в Москве, в ДНХ, здесь огромный поток людей, нам хотелось бы рассказать москвичам о личности нашего первого президента какими-то доступными методами. То есть здесь, как вы видите, какие-то эпизоды из жизни, какие-то эпизоды из его деятельности. И на мониторах у нас будут представлены видеоматериалы, которые касаются непосредственно предвоенной ситуации и ситуации, связанные с отечественной войной на Рудахской. Данная фотовыставка для нас – это наш небольшой вклад, который мы можем сделать в общую копилку памяти этого великого человека. Вечером москвичей ждал показ документального фильма Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу». Проходил он в одном из самых знаменитых кинотеатров Москвы. Кинотеатр «Иллюзион» – знаковое место для интеллектуальной Москвы. С конца 60-х годов прошлого столетия здесь показывались запрещенные в СССР кинокартины. Первые фильмы Бертолучи, Висконти, Антониони. Сегодня в этом легендарном зале на 250 человек идет картина «Страсти по Владиславу». Главное документальное кино о первом президенте Республики Абхазия. Этот фильм давно и хорошо знаком абхазскому зрителю. Он потрясает своим трагизмом и исповедальностью. Режиссер Ольга Дубинская так определяла его смысл. Мы снимали фильм о человеке, но получился фильм о народе. Фильм Ольги Дубинской потрясающе правдив. Это отмечают и коллеги режиссера, и те, кто знал Владислава лично, и простые зрители. Поддержку в показе фильма «Страсти по Владиславу» в московском «Иллюзионе» оказал Госфильмофонд Российской Федерации. Фильм очень тронутый, хорошо сделан. И мы, конечно, когда я посмотрел, когда я был на монументе первого президента Абхазии, когда увидел, сколько людей погибло и молодежи, то, конечно, нас это очень тронуло. И мы сейчас планируем много мероприятий совместных по Республике Абхазии. Республика возрождается, особенно вот сейчас очень пошли большие инициативы со стороны Абхазии. Новый президент, совершенно другая аура. Люди как-то восприяли и стали очень активно участвовать в мероприятиях. «Страсти по Владиславу» – кинокартина, в которой лидер абхазского народа всегда жив. Режиссеру Дубинской удалось передать через экран и годы «Силу Владислава Арденба». Фильм о человеческом пути с массой препятствий. Кажется, может быть актуальным вечно. Сам соавтор фильма Дмитрий Менчонок сегодня признается, что ему уже легче говорить о картине, как зрителю. На самом деле я удивлен тем, что фильм превращается в легенду. В нем правда, а он живет так, как будто его сняли, сняла Ольга вчера. То есть в нем все сохраняется. Больное, что сохраняется боль – это как консервант, который делает его вне времени. Но там же сохраняется и победа над болью. Это еще более мощный консервант, который, на мой взгляд, я говорю, как простой обыватель, зритель, сделал фильм Ольги Дубинской просто вечным. А в нем нет, мы все воспитанники в ГИК, мы все воспитанники на киноприемах, на киноизысках. В нем нет никаких киноизысков. Там прямая склейка. А он держит, он захватывает. Почтить память Владислава Арденба в день его рождения пришли и представители Московской Абхазской диаспоры, и студенты творческих вузов, и просто молодые люди, которые когда-то, где-то, что-то читали, об абхазском лидере, и не пропустили шанса узнать о нем больше. Правда, говорить очень сложно, и картина очень тяжелая, но по большей части мне почему-то хочется говорить именно о нем, как о человеке, не касаясь каких-то политических, этнических, наверное, даже этих сложностей конфликтов. Мне кажется, он является концентрацией Абхазии. Я не знаю, как так получилось, такое волшебство. Мне кажется, он в себе заключил все силы харизматические, исторические. И то, что заключено в каждом сердце, но, может быть, не так явно, в нем это светилось. Я смотрела через экран на него, и мне казалось, что я его знаю. Мне действительно казалось, что я знаю этого человека, и то, что он мне близок, несмотря на то, что я мало отношения имею к Абхазии, да, мне казалось, что я его знаю, и он мне нравится, и я хочу следовать за ним. Название «Страсти» по Владиславу возникло как дань русской традиции, описывающей испытания, выпадающие на душу человека. Необычайную достоверность «Страстям» придают документальные кадры, снятые непрофессионалами. В фильме нет эффектных взрывов. Картина падающих раненых, картина льющейся крови. На экране часто совсем мальчики, от 15 до 20 лет, сидят, смеются, разговаривают, и вдруг падают сраженные пулей. Такой была эта война. Война, победа в которой навсегда связана с именем Владислава. Элеонора Гилаян, Анатолий Абгадж, Абаза ТВ, Москва. Такими стали врагами.